По инициативе мэра Риги Мартин Шастакиса сегодня свою должность потеряла глава комитета по образованию, культуре и спорту. Ивито-ратиника от партии Латвия Саттыстейбэй. Среди причин мэр называет несвоевременные решения ратиники по ряду вопросов, в том числе по проведению столицы новогодних праздников. Сама ратиника не исключает, что дело в другом. Подробнее у Эмилии Гаспаря. Так как мне не свойственен когнитивный диссонанс, и я не могу комментировать, что не устраивает коллег, и я не получила никаких письменных претензий, говорю всем спасибо за работу и ухожу. И прошу господина Статиса выступить. Вам всем на радость. Вот так заседание комитета по образованию, культуре и спорту сегодня удалилось на тот момент еще его глава Ивито-ратиника перед самым вопросом о ее отставке. Внеочередное заседание комитета, чтобы снять ратинику с поста, накануне инициировал мэр Риги Мартин Шстакис. По его словам, важное решение комитет под руководством ратиники принимался по зданиям или в торопях. Наша фракция недовольна о том, что было в этом году. Недовольны другие фракции. Если мы помним, то весной только приняли эти сайты оширну только насчет спорта и культуры. И без этого даже мероприятия остались без финансирования. Мы помним этот хаос, который был насчет Пуденлэкс ЛВ. И сейчас 8 декабря, мы пока не знаем, что будет на Новогоднюю ночью. Мы не считаем, что так можно работать. Именно неспособность ратиники принять решение о том, как столица будет праздновать Новый год, стала для мэра, цитата, последней каплей. И за ее отставку сегодня проголосовали 8 депутатов, один воздержался. Однако, как объясняет сама ратиника, предложение о встрече Нового года было отклонено еще в августе. И никаких распоряжений о том, что этот вопрос нужно снова включить в повестку, от мэра не поступало до этой недели. Поэтому и отдельных новогодних мероприятий проводить не планировалось. Ратиника также отмечает, что ни столичный бюджет, ни поправки к нему в этом году таких трат не предусматривали. Приоритетом считалось допраздничные мероприятия, как лампочки, оформление города, разные концерты на адвент и тому подобное. Также все считались вопросом бережения средств. Все-таки война, все-таки энергетический кризис. И все-таки 250 тысяч на два концерта в новогоднюю ночь. Партия, теперь уже экс-главы Комитета по образованию Латвии, Сатистыба и Рижской Думе, пока является членом коалиции. Но не исключено, что это ненадолго. Мы что, страдаем стокгольмским синдромом или, ну не знаю, мазохизмом? Все-таки какие-то решения должны будут принять. Возможен ли выход из коалиции? Я думаю, если нас не выкинут, наверное, придется все-таки уйти все сами. В таком случае в правящей коалиции Рижской Думы останется 34 депутата из 60 мест. И в этой Ратянике в Комитете займет депутат от фракции Пар Прогрессиве Лайма Гейкина. Добавлю, что во время голосования несколько депутатов назвали решение политическим и не имеющим никакого отношения к организации новогодних мероприятий. Допускает это и сама Ратяника. Все-таки, ну, если не власть, тогда контроль над этим комитетом, может быть, даже до конца не понимая суть работы этого комитета, очень большой ресурс. И если, ну, моя партия проиграла на выборах, зачем им нужен? Эмилия Гаспарян, Ива Вейс, Рус, ЛСМ.